представьте себе человека который находится за сотни километров над землей в тесной металлической капсуле его мутит так сильно что невозможно даже повернуть голову весь мир вокруг кружится и переворачивается а признаться в слабости значит поставить крест на карьере и подвести всю страну чтобы вы почувствовали узнав что первые советские космонавты скрывали свои мучения записывая в правду о невыносимых симптомах которую запрещали разглашать публично долгие годы истории борьбы с космической болезнью оставались засекреченными но сегодня мы расскажем о том через какой от проходили герои чтобы доказать человек может жить в космосе 6 августа 1961 года 25-летний герман титов поднялся на борт корабля восток-2 для первого в истории суточного полета вокруг земли юрий гагарин уже доказал что человек может находиться в невесомости 108 минут теперь титову предстояло выяснить сможет ли организм выдержать целые сутки без гравитации никто не знал что ждет его там на орбите врачи строили предположение инженеры надеялись на лучшее а сам титов готовился ко всему первые минуты полета прошли спокойно титов чувствовал себя прекрасно выполнял программу докладывал на землю бодрым голосом но через два часа началось то о чем потом будут молчать десятилетиями сначала появилось легкое поташнивание словно качнула на волне потом голова начала кружиться так что казалось корабль переворачивается титов попытался повернуть голову и его накрыла волна тошноты желудок сжался перед глазами поплыли круги в горле пересохла чтобы вы сделали на его месте признаться врачам на земле и рисковать досрочным завершением полета или молчать терпеть и надеяться что все пройдет титов выбрал второе он продолжал выполнять программу стараясь не делать резких движений головой когда его мутило особенно сильно он просто закрывал глаза и ждал когда приступ пройдет в микрофон докладывал спокойным голосом все в норме самочувствие хорошее но в своем дневнике позже напишет правду головная боль не отпускала тошнота накатывала волнами хотелось чтобы это скорее закончилось эти слова потрясли всех присутствующих на закрытом совещании врачей после полета когда титов наконец рассказал всю правду медики были в шоке получается космос делает человека беспомощным инвалидом неужели длительные полеты невозможны титов потерял в весе 3 килограмма за сутки в основном из-за обезвоживания и отсутствие аппетита первые часы после приземления он едва держался на ногах его шатала мир вокруг плыл но самое страшное было в другом руководство космической программы приняло решение о космической болезни ни слова нельзя показывать слабость советской космонавтики перед всем миром поэтому официальные сводки сообщали только о триумфе а медицинские протоколы засекретили валентина терешкова первая женщина в космосе летавшая в июне 1963 года испытала те же мучения три дня невесомости превратились для нее в настоящий кошмар долгие годы это оставалось тайной но терешкова страдала от космической болезни с первых минут полета и и постоянно тошнила кружилась голова не было сил даже пошевелиться выполнять программу приходилось через силу по радио она докладывала бодрым голосом я чайка полет проходит нормально а в своем дневнике записывала хочется закрыть глаза и больше ничего не делать каждое движение мучение но нельзя показывать слабость после возвращения врачи обнаружили у нее сильное обезвоживание и истощение терешкова потеряла почти 4 килограмма веса но публично она никогда не жаловалась не хотела подрывать авторитет советской космонавтики можете представить каково было этим людям молчать о своих страданиях всю жизнь валентина владимировна до конца своих дней отказывалась обсуждать медицинские детали полета когда журналисты спрашивали о космической болезни она отвечала кратко были трудности адаптации но я справилась и все за этими словами скрывались часы мучений которые она переживала в одиночестве за сотни километров от земли и тут произошло невероятное медики института медико-биологических проблем начали разработку специальных препаратов для борьбы с космической болезнью в бортовую аптечку включили средства тошноты обезболивающие стимуляторы но главной проблемой было то что космонавты не хотели их принимать павел попович летавший в августе 1962 года вспоминал таблетки меня мутили еще больше я старался обходиться без них лучше потерпеть чем глотать эту химию космонавты искали свои способы борьбы с недугом алексей леонов во время второго полета в июле 1975 года испытал странную иллюзию ему казалось что его тело перевернулась вверх ногами через три-четыре часа появилось ощущение жара во всем теле и легкое поташнивание леонов нашел выход он старался не делать резких движений головой медленно поворачивался давал организму время адаптироваться в своем дневнике записал главное не паниковать мозг привыкает к невесомости постепенно надо просто дать ему время виталий севастьянов летавший дважды в космос страдал от прилива крови к голове лицо становилось одутловатым нос закладывала голова постоянно болела он записывал в дневнике ощущение будто весь день стою на голове давление в висках невыносимое хочется опустить голову вниз но в невесомости это бессмысленно нет ни верха не низа севастьянов придумал свой метод он массировал виски и затылок пытаясь разогнать кровь помогала ненадолго но хоть какое-то облегчение чтобы вы почувствовали узнав что космонавты вели секретные дневники в которых записывали всю правду о своих страданиях эти записи хранились в архивах института медико-биологических проблем и были доступны только узкому кругу специалистов в них не парадные отчеты а живые человеческие истории сегодня третий день а меня все еще мутит при каждом движении писал один космонавт ночью снилась земля твердая неподвижная земля проснулся в слезах признавался другой георгий гречко и юрий романенко во время 96 суточного полета на станции салют 6 в 1977 78 годах столкнулись с тем что космическая болезнь не проходит полностью даже после адаптации первые 10 дней и последний месяц полета концу рабочего дня они чувствовали дикую усталость прилив крови к голове сопровождал их все 96 дней на пятые сутки у гречко началось что-то похожее на простуду ломота в теле слабость головная боль пришлось лезть бортовую аптечку на семидесятые сутки у романенко разболелся зуб пульсирующая невыносимая боль от которой нельзя было уснуть обезболивающие помогали на несколько часов потом боль возвращалась никто не мог предположить насколько психологически тяжелым было это испытание космонавты понимали признаться в серьезных проблемах со здоровьем значит досрочно прервать экспедицию подвести товарищей провалить программу поэтому они терпели глотали таблетки горстями писали в дневниках о своих мучениях а в эфир докладывали самочувствие отличное работаем в полном объеме свидетели были в шоке от увиденного когда после приземления гречка и романенко ели вышли из капсулы они были бледными изможденными похудевшими романенко потерял три с половиной килограмма гречка четыре с половиной первые дни после возвращения они испытывали головокружение общую слабость неустойчивость при стоянии полное восстановление заняло три недели но главное они доказали что человек может жить в космосе почти три месяца пусть и ценой страшных мучений постепенно врачи научились бороться с космической болезнью более эффективно в аптечку добавили новые препараты противорвотные средства нового поколения стимуляторы адаптогены разработали специальные костюмы которые помогали бороться с приливом крови к голове ввели обязательные физические упражнения велоэргометр и беговую дорожку на станциях это не избавляла от космической болезни полностью но делала ее симптомы более терпимыми долгие годы это оставалось тайной но многие космонавты признавались в дневниках хуже всего было не физическое недомогание а психологический стресс когда тебя мутит а ты должен делать вид что все в порядке это разрывает изнутри писал один из пионеров космоса хочется кричать верните меня домой но нельзя нельзя показывать слабость нельзя подводить страну за этими строками настоящая человеческая драма жены космонавтов много лет спустя рассказывали мужья возвращались из полета в другими людьми замкнутыми молчаливыми просыпались ночами от кошмаров долго не могли привыкнуть к нормальной жизни муж после полугодового полета первый месяц просто лежал на диване вспоминала жена одного из космонавтов смотрел в потолок и молчал я пыталась разговорить но он только качал головой позже признался на орбите было так плохо что хотел умереть но терпел потому что отступать было некуда история борьбы советских космонавтов с космической болезнью эта история мужества и самопожертвования они шли в неизвестность рискуя не только жизнь но и здоровьем зная что помощь будет минимальной они терпели мучения о которых нельзя было рассказать публично они вели секретные дневники в которых признавались в своих страхах и слабостях но перед камерами всегда улыбались и говорили все отлично космос прекрасен сегодня когда космическая медицина шагнула далеко вперед когда на мкс есть все необходимое для борьбы с космической болезнью мы можем только поражаться стойкости первых космонавтов по статистике от 30 до 50 процентов людей испытывают синдром космической адаптации примерно 10 процентов страдают настолько сильно что не могут работать несколько дней современные астронавты открыто говорят об этой проблеме используют эффективные лекарства не стесняются просить помощи а советские пионеры космоса молчали и терпели если это драматическая история о том как советские космонавты боролись с космической болезнью скрывая свои страдания от всего мира заставила задуматься о цене прогресса поставьте лайк и напишите в комментариях как думаете правильно ли было скрывать правду о космической болезни можно ли осуждать космонавтов за то что они молчали о своих муках поделитесь своими мыслями о людях которые жертвовали здоровьем ради великой цели подписывайтесь на канал вспомним ссср впереди еще много историй о тех кто платил личную цену за торжество науки спасибо что были с нами